Странное и пока необъяснимое явление вот уже несколько лет наблюдают десятки ученых и исследователей в штате Калифорния в США. Здесь в долине Рейстрекплая по дну высохшего озера ползают камни. Сотни валунов передвигаются без посторонней помощи и оставляют за собой заметные борозды. Десятки ученых всего мира и даже исследователи из НАСА пытались объяснить загадку этих камней. Но как только возникала, казалось бы, стройная теория, валуны словно по команде меняли траекторию и принципы движения. Вот уже 50 лет долина Рейстрекплая как будто смеется над современной наукой. И сейчас уже непонятно, кто кого изучает. То ли люди исследуют поведение камней, то ли камни наблюдают за экспедициями ученых. Что-то похожее много лет происходит и в Румынии. На юге страны обнаружены камни, которые растут без видимых причин. Мало того, их структура чем-то напоминает огромную окаменевшую клетку. У валунов есть ядро и внешняя оболочка. За 10-15 лет небольшой булыжник по непонятной причине превращается в огромный камень. Невероятно, но эти камни еще и размножаются. А механизм возникновения новых камней очень напоминает деление клетки. Может, рядом с нами существует неизвестная форма жизни, которую несколько тысяч лет никто не замечает. И о чем говорят загадочные камни, разбросанные по всему свету. В мире много тайн. Одна из них будет раскрыта сегодня. В белорусских лесах нашли рисунки пришельцев. Кто оставил загадочные портреты? Люди инопланетяне. План мироустройства или доисторический снимок из космоса. Первая карта Башкирии выполнена 100 тысяч лет назад. Следовательно, они обладали технологиями, эти разумные, я надеюсь, существа, которым мы не обладаем. Метеорит, упавший в Калужской области, принес на Землю иную форму жизни. Я этот камень достаю, а у него белая паутия. Феномен синь камня из Подмосковья. Что заставляет его двигаться без посторонней помощи? Камень, раздвигаясь под на озеро, он выползает на берег. Таинственные следы ставят ученых в тупик. Как отпечатки ступней современного человека попали в Мезозойскую эру? На них изображен небольшой след женской стопы. Уникальная каменная библиотека. Как расшифровать послания из прошлого? Итак, разбросанные по всему миру артефакты выстраиваются в некие замысловатые рисунки. Тайны мира. Артефакты прошлого. Загадки истории. Здравствуйте, я Анна Чапман. И сегодня вместе с вами мы расследуем одно из самых таинственных явлений нашей жизни. Уникальную находку обнаружили краеведы из Белоруссии. Группа энтузиастов уже не первый год занимается восстановлением истории авиации первых дней Великой Отечественной войны. Во время проверки одной из версий краеведы натолкнулись на очень необычный камень. В августе 2012 года геологи Белоруссии обнаружили в лесу Щучинского района необычный валун. На нем высечены древние изображения человеческих фигур. Местный краевед Владимир Мирчук был одним из участников этой экспедиции. Именно он и заметил странный камень на дне оврага. Давай на эти валуны осматривать. Оп, вроде крестик с этой стороны, с тыла. Точно, давай-ка посмотрим, что с этой стороны. Что-то есть. Вылили воду, немножко подкопали. Да, там изображение человека, силуэт. И мы его давай достали, уже почистили, облили водой. Исследователи выдвинули различные версии происхождения загадочного изображения на камне. Удалось установить, что рисунку около шести сотен лет. Историки предположили, что это одна из самых первых каменных икон на территории Белоруссии. Однако есть одна деталь, нетипичная для христианской иконографии. Одинаковый жест у всех трех фигур. Кроме этого, экспертов смутило изображение ног. Они похожи на хвост рыбы или ящера. А что означают круги над головами? Почему они так явно напоминают космический скафандр? Исследователи выдвинули версию, что обнаруженный камень – это свидетельство палеоконтакта. Такое название получило гипотетическое посещение нашей планеты в далеком прошлом разумными представителями внеземной цивилизации. Как говорится, люди инопланетяне в память, что были когда-то такие скафандры. Ездишь в мире, в Африке, в Южной Америке, есть на скалах выбитые, что тоже в куполах они были в этих скафандрах. Историк Валерий Чудинов считает, что изображение на камне гораздо более древнее. На белорусском валуне можно увидеть не только загадочную картину, но и не менее таинственный текст. Все дело в том, как расположены фигуры, высеченные в камне. Здесь мы видим как бы голову человека, над которым нимф и человек вроде руки простер. Вот это может быть принято за букву Я, тогда как вот эта вот часть может быть принята за букву Р. Две буквы Я и Р образуют имя славянского бога Яр или Ярила. Валерий Чудинов полагает, что этот камень – лишь одно из множества посланий, оставленных нашими предками. На протяжении многих лет он занимается расшифровкой таких рисунков. Обычно камни имеют энергетику примерно такую же, как энергетика человека. То есть если рамочками потрогать, то получается, что вроде он камень, а от камня должна быть совсем маленькая энергетика, а она огромная, как будто это человек. А это послание древней цивилизации ученые обнаружили в Башкирии в 1999 году. Каменная плита размером метр на полтора и весом более тонны. Ученых сразу заинтересовал странный рисунок на поверхности камня. Там нарисована река и приток впадающий. Тогда есть предположение возникает, что вот эта вот ромбовидная сетка была топорофическую сетью. А здесь мы видим одинаковые, похожие на горы, треугольники. И внизу такие треугольники, то есть фракталы. Ученые не верили своим глазам. В их руках оказалась древнейшая карта Земли. На ней уфимская возвышенность изображена в таких подробностях, увидеть которые можно только из космоса. Удивительную находку прозвали «картой творца». Ее возраст, по мнению ученых, может превышать 100 тысяч лет. Но как первобытные люди смогли овладеть такими технологиями? Чтобы сегодня создать такую карту местности, потребуется съемка со спутника. Точные координаты каждой точки на карте. Соблюдение масштаба. Если допустить, что башкирскую карту создали древние люди, придется заново писать всю человеческую историю. Однако возраст и назначение каменной плиты сегодня не вызывают сомнений у специалистов. На карте явно видна гигантская растительная система. Кроме рек, изображены две системы каналов шириной 500 метров и 12 плотин шириной от 300 до 500 метров. Эти грандиозные сооружения могли поворачивать реки. Для строительства таких плотин потребовались бы миллиарды кубометров грунта. Сейчас ни одно государство в мире не способно создать что-то подобное. По сути, это 10 тысяч Саяно-Шушенских ГЭС, которые вдруг возникли среди гор и вечной мерзлоты. Я вообще удивляюсь вот этому делу. Когда мы находим вот такие образования, скляров, пирамиды и постройки, они сделаны неизвестным нам образом. И, значит, там есть такие кривые поверхности. У нас есть много находок, где мы видим, кривые поверхности построены. Они построены зачем-то. Зачем? Следовательно, они обладали технологиями, эти разумные, я надеюсь, существа, которым мы не обладаем. Шесть лет назад уникальную находку забрали для изучения в лаборатории МГУ. Результаты исследований до сих пор не опубликованы, а карту создателя больше никогда не показывали публике. Доступ к артефакту закрыт, но нашей программе удалось получить небольшой фрагмент карты творца. Теперь у нас есть возможность узнать, из чего и как она сделана. Это доломит, первая стадия мраморизации, об этом говорит вот эти сколы, которые имеют раковистый облом. Здесь сделано каким-то разумным существом. Каким-то образом это разумное существо эту поверхность вот так вот обработало. Причем степень обработки очень хорошая. Каким же образом на камне, которому больше ста тысяч лет, возникла карта Башкирии? Полное описание уральских гор создано только в 21 веке. Почему же оно полностью совпадает с древней схемой, выполненной в камне? И кто автор этой доисторической карты творца? Смотрите далее. Можно ли просчитать траекторию Синькамня, который загадочным образом перемещается в окрестностях Плещеево озера? То есть двигался он по направлению к своему родному дому. Краеугольный камень – одно из мировых религий. Почему миллионы людей хотят его увидеть? Напоминание о том, что люди сперва жили в район. Кто оставил человеческий след в Мезозойской эре? Ставим след. Четку и преступник оставим. Его пытались сбросить с горы, закопать и даже утопить в озере. Однако, несмотря ни на что, он остается на своем историческом месте уже много тысяч лет. В древности люди верили, что в этом камне на берегу Плещеево озера заточена душа какого-то языческого божества. Именно поэтому 12-тонная глыба каким-то необъяснимым образом способна перемещаться с места на место. Сюда, к Плещеево озеру, каждый день приезжают десятки паломников. Все эти люди хотят прикоснуться к знаменитому святилищу древних славян-язычников – Синькамню. И по вере, вот такие вот они и хранятся в истории. Считают, что прикосновение к камню излечивает от каких-то болезней. Но так исторически сложилось. Синькамень получил такое название, потому что после дождя его поверхность на солнце переливается синим цветом. Но удивительно не это. Камень самостоятельно двигается. Когда-то он лежал на берегу Плещеево озера. Дело было зимой. Подрузили камень на сане и повезли по льду через Плещеево озеро. Лед вдруг проломился, и телега с камнем начала тонуть. И камень затонул. И затонул он на глубину 4,5 метра. Про камень забыли, но очень скоро местные жители заметили – он пришел в движение. Местные рыбаки отмечали такую особенность, что камень каждый год медленно продвигается по дну озера. И через 60 лет происходит такое знаменательное событие. Камень, продвигаясь по дну озера, он выползает на берег. Двигался он по направлению к своему родному дому. В это трудно поверить, но 12-тонная махина без посторонней помощи переместилась на 600 метров и продолжает двигаться. Художник Анна Устаева утверждает – камень словно отталкивает тех, кто может встать на его пути. Друг Анны однажды решил забраться на загадочный валун и моментально получил сверхъестественный отпор. Пули просто от него отлетают на несколько метров. Я говорю, что случилось? Да говорит, камень меня так током шибанул, как будто вот 220. Девушка уверена, этот камень ведет себя как живой организм, ведь не зря когда-то древние славяне называли его Перун-камнем. Считалось, что в нем заключено воплощение земной ипостаси Перуна – бога молний и огня. Любомир Дионис, последователь языческого культа, называет себя волхвом. Синь камень для него и других язычников – святыня. И такой камень не единственный под Переиславлем Залезским. В древности вокруг этого города был создан целый защитный пояс из священных камней. Если есть где-то камень, следовик или чашечник, где есть место поклонения, можно предполагать, что рядом есть и другие камни, которые создавали все вместе, и вместе с курганами, могильниками, которые там были, некий единый комплекс ритуальный. Сейчас это место стало популярным у туристов, и многие паломники пытаются отколоть фрагмент камня на память. Любомир уверен, такие действия могут не на шутку разозлить дух этих мест. То, что люди оскорбляют это живое существо, они отщипывают от него по кусочку. Представьте себе, если бы от живого человека отщипывали по кусочку, что он будет делать? Он будет прятаться. Причем тут энергетика. Он ведет себя как живое, разумное существо. Он пытается избавиться от боли и страданий, которые ему причиняют люди. Их священные тексты запрещают поклонение любым идолам, даже изображение пророков вне закона. Тем не менее, миллионы мусульман стремятся в Мекку, где находится святая святых ислама, священная Кааба с черным камнем. Кааба – это куб в мечети Масджит Аль-Харам. Есть легенда, что огромный куб – это первое помещение, которое было возведено мусульманами для молитв. Это таинственная постройка, финальная точка хаджа, паломничество, которое раз в жизни должен совершить каждый правоверный. На ежегодный хадж в храм Масджит Аль-Харам приезжают паломники со всего мира. В одной из стен священной Каабы есть черный камень, обрамленный массивной серебряной оправой. Прикосновение к нему для паломника считается большой честью. Первым, кто вмонтировал в Каабу этот камень, является наш отец Адам, который вмонтировал по воле Всевышнего, когда этот камень принес ему из рая архангел Гавриил. Об истинном предназначении черного камня существует несколько преданий. Одно говорит о том, что этот священный предмет Адам получил от Аллаха в наседании и напоминании о райских садах. Другие утверждают, что его коснулся тростью сам пророк Мухаммед. Мы можем только предположить, Коран нам не дает четкого ответа, для чего этот камень нужен был. Возможно, этот черный камень, как напоминание о том, что люди сперва жили в раю. Как известно, Коран не допускает изображений пророков и поклонения им. И черный камень можно считать единственным священным предметом для всех мусульман. Стопроцентный смысл, конечно, знает только сам Всевышний. Коран об этом умалчивает. Историк религии Алексей Юдин считает, еще в древности люди заметили, что некоторые камни обладают необычными свойствами. Здесь какая-то уже другая, что ли, роль и специфика камней. Но они, конечно же, присутствуют самым знаковым и видимым образом в религиозной жизни практически всех религий. Деревня Бобры в Белоруссии. Здесь, во дворе местной церкви, нам показывают необычный артефакт. Древний камень с отпечатком босой человеческой ноги. Одной ногой опирался, а другой отталкивался. Вот и оставил отпечаток пятки и ступни. Отпечатки ступней могли появиться на валуне, когда он был еще мягкой глиной. Но в то время по земле еще ходили динозавры. Камни-следовики известны с древних времен. Они были найдены на разных континентах, и в Азии, и в Африке. Также и в Белоруссии было найдено более 30 камней-следовиков. На них изображен небольшой след женской стопы от 34 до 36 размера. Этот каменный артефакт хранится во дворе при храме. Местные жители считают, что камень обладает сверхъестественной силой, лечит бесплодие и приносит счастье в семейной жизни. Люди на самом деле истылялись и приносили, как я уже говорила, рушники и различные амулеты, символы, либо отлитые из серебра, либо золота те части тела, которые вылечивал данный камень. Смотрите далее. Гости из космоса. Где искать следы загадочных метеоритов? Летел, летел шибко. И полетел в ореху. Возможно ли неорганическая форма жизни? Калужский феномен опровергает теорию эволюции. Я этот камень достаю, а у него белая паутина. Послание из космоса. Как расшифровать секретный код инопланетных цивилизаций? Сначала я не мог понять, к какому они языку принадлежат. В старых русских сказках богатырь, прежде чем отправиться на подвиги, оказывается на перепути трех дорог. И принимает решение, куда идти перед камнем. Современные исследователи считают, что наши предки действительно оставляли на камнях послания, в которых объясняли происхождение и назначение каждого сакрального артефакта. Современные исследователи тоже не оставляют попыток объяснить происхождение самых загадочных артефактов на планете. Одна из версий. Камни с необычными свойствами на самом деле пришельцы из космоса. Исследователь аномальных явлений из Латвии Тотис Нейбергс утверждает, что большинство сакральных камней на нашей планете выполняют функцию энергетического сканирования местности. Камни ставили для того, чтобы точно определить структуру или матрицу этого места. 7 октября 1996 года на юго-западе Калужской области раздался сильный взрыв. За несколько часов до этого люди видели в небе светящийся шар. Исследователи утверждают, на Землю упал огромный метеорит. До сих пор местные жители находят под ногами странные камни неизвестного происхождения. Они светятся в темноте и обладают необычной энергетикой. Чтобы убедиться в этом, съемочная группа программы «Тайны мира» отправляется в село Жиздра Калужской области. По одной из версий, метеорит упал недалеко от этого населенного пункта в лесу. Галина Андреевна Володина хорошо помнит тот день. Левая сторона была черная, и с правой стороны дуплом она горела. И там она горела, вот, дупло горит волнами. Женщина вспоминает. Все жители села выбежали на улицу. Огромный светящийся шар пронесся над домами и скрылся в лесу. Он как летел, летел шибко. И полетел в Ореху. И там спустился. Я даже зря заметил шар примерно диаметр 15-20 сантиметров. И вдруг он исчез. Начал падать, падать, падать. На следующий день после взрыва местные жители обнаружили у себя на участках странные камни. И расцветка у них была. Ой, какая красивая. И ярко светились. Ну, это, видно, влага ушла. И поэтому они меньше блестят. Ну, вот видите, это самое. Что-то там, кристаллы. Вера Сенцова принесла домой осколки метеорита. Разложив их на столе, она поняла. Камни представляют собой своеобразную мозаику. Женщина попыталась их соединить. И оказалось, что осколки по своим граням подходят друг к другу. Но больше всего ее внимание привлек вот этот. Самый крупный камень. Она положила его отдельно от других в бидон. А утром не поверила своим глазам. Утром стала, ну, доставать его. Раз туда, а там голубой воздух. Ну, такой прозрачный, ну, голубизна такая. Я аж думаю, что я не проснулась, и что, глютики у меня, что ли? Я говорю, Денис, ну-ка посмотри. Что ты видишь? Туман, говорит, в этом, ну, в бидоне. Я говорю, какого цвета? Голубой. Вера Федоровна решила внимательно рассмотреть камень. И заметила на одной из граней тонкую белую паутинку. Она словно пульсировала и постепенно увеличивалась в размерах. Я этот камень достаю, а у него белая паутинка. Эти паутинки он втягивает в себя. Где первоначально он сидел, белые точечки. Вот как он смещается. Как его посмотрели, на свету он побыл, все, он завтра будет уже в другом месте. Вера Сенцова уверена, этот камень принес на Землю иную форму жизни. Она относится к осколку метеорита, как к живому существу. И прячет его в специальной емкости. Женщина не знает, к чему приведет этот эксперимент. Но надеется, что когда-нибудь ученые смогут определить, что за существо прилетело к ней из космоса. В 15 лет сидит, не ест, не просит, не пить, не просит. Растет себе и все. И я боюсь, что наш кислород ему не особо подходит. Так я его держу. Но что-то выделяет он. Пластмасса не хочет, а цена. Не выдерживает испарения. Разрушается крышка. И запаковываю в темноту его. И пусть растет. Пока его не изучат. Этот камень Вера Федоровна бережет и почти никому не показывает. А вот другие осколки из своей коллекции женщина уже отдавала на экспертизу. Ученые сделали вывод. Они действительно метеоритного происхождения. Чтобы убедиться в этом, мы взяли у Веры Сенцовой несколько камней. Наш эксперт-геолог Александр Соленый вынесет свой вердикт. Силикаты есть вот здесь, в хандритах. Силициума-2. Там очень большое количество силициума-2, 3% углерода и 20% воды. Это говорит о том, что Вселенная, когда образовывается, вот же пролетелось и метеорит, о-о-о, откуда это. Может, даже не с поезда астероидов. Но есть ли камни из Калужской области метеоритного происхождения, то как объяснить присутствие на одном из них пульсирующей белой паутинки? Каким образом живому организму удалось выжить во время перелета в открытом космосе? Мы показали видео этого камня нашему эксперту. В пользу метеоритов можно сказать, что если бы он лежал на столе, то есть много признаков, которые относятся к его метеориту. То, что он необычный даже там на экране, это стопроцентная гарантия. Это известный факт. Раз в год на Землю обрушивается метеоритный дождь. Но космический осколок, который нашел кандидат технических наук Сергей Сухинов, по-своему уникален. Вот моя первая находка. Вот этот камень, который я нашел в октябре 1995 года. Смотрите, вот относительно гладкая поверхность. Видим, это поверхность внешне этого большого болида. В это трудно поверить. Но на камне обнаружились рисунки и надписи на языке, которому нет аналогов на Земле. Люди никогда не использовали такие знаки при письме. Это около 100 метров. От первой находки я нашел второй камень. Но самое главное, что на нем находятся те же самые знаки, провода, что и на первом камне. Около тысячи знаков я обнаружил. Сергей Сухинов утверждает, это не просто метеорит, а зашифрованное послание пришельцев. А вот знаки, первые знаки, которые я обнаружил на камнях. Сначала я не мог понять, к какому они языку принадлежат. Потом я понял, что большая часть знаков принадлежат древнеегипетскому письменности. Кандидат технических наук уверен, что на одном из камней изображена микросхема. Ровные квадраты, прямоугольники, равносторонние треугольники и кресты одинакового размера, словно бы сделанные одним штампом. Примерно сотня крошечных квадратиков с точкой внутри. Именно так выглядят современные печатные платы с наноэлементами при большом увеличении. Эти были как божеские компьютеры. И камни были сделаны, и эти круги, чтобы понять, как какая-то программа работает. И как в этой программе через какой-то камень ходить. И вот это был основной принцип их работы. Смотрите далее. Осколок инопланетной технологии попал в руки ученых. Из чего строят межзвездные корабли? Возможно, этот объект являлся каким-то неземным летательным аппаратом. Братство камней. Кто его создал? И можно ли восстановить древнюю глобальную сеть? Их обычно ставят на пересечении разломов подземных рек. Стражи подземелий. Как выглядят обитатели тайного мира? Лесо человеческое, ну, непонятно. Понимаешь, шеи нет, оно все совместимо с плечми. Древние славяне зачастую выбирали в качестве сакрального святилища. Из жертвенника огромные камни. По всей России археологи находят необычные валуны. Так называемые каменные бабы. Древние мастера специально придавали валунам человеческую форму. Исследователи считают, что делалось это для того, чтобы освободить душу, заточенную в каменной глыбе. Но иногда археологические открытия вызывают трепет даже в среде ученых. Так было, например, с крымскими мегалитами. Рядом с ними исследователи обнаружили необъяснимое сооружение. Экспедиция программы «Тайны мира» отправилась в Крым для того, чтобы обследовать древнейшие строения у побережья Черного моря. Исследователь Антон Анфалов ведет нас в ущелье Алимова балка. Именно здесь находится врытый вертикально в землю каменный столб Менгир. Их обычно ставят на пересечении разломов подземных рек. То есть тут есть однозначно подземная река. А по нашим данным идет туннель. Огромный, магистральный. Эта древняя обсерватория построена много тысяч лет назад. Но только в нашем веке здесь стали происходить загадочные события. Туристы и местные жители утверждают, по ночам в Алимовой балке можно увидеть странное существо. Из этого Менгира выходит существо. Жительница города Алушты Валентина Никитина встретила загадочное существо всего в нескольких шагах от этого Менгира. Он начал с ней телепатически общаться. То есть она услышала поток мыслей в голове, голос. Это был получеловек, полуящер. По ее описанию, метр двадцать, метр тридцать максимум, может меньше. У него хвост был, кожа чешуйчатая, коричневатая, зеленоватая такая. Ящероподобное существо, с которым сталкивались туристы, судя по их рассказам, с легкостью читает человеческие мысли. Лицо человеческое, но непонятно. Понимаешь, шеи нет, оно все совместимо с плечами и ноги такие длинные. И что меня еще поразило, что он на мои вот эти мысли, которые у меня, он их читал и говорил наперед. Местные жители считают, что существа, которых встречали рядом с Мингиром, представители другой цивилизации. И находятся здесь для того, чтобы охранять таинственный артефакт от людей. По одной из версий, Мингир – это точка входа в информационную сеть, которую построили за тысячи лет до нашей эры. Если мы там, в это место поставим какой-то камень, в котором не было никакой энергии, просто он был нейтральный, он будет в эту систему идти и работать. Каменные сооружения особой формы стоят на разломах земной коры, которые могут передавать волновые вибрации на десятки тысяч километров. Таким образом, сигнал, отправленный, скажем, из Австралии, через секунду будет получен в Лондоне. Ведь разломы земной коры пронизывают всю планету. Это своего рода доисторический интернет, которым современные люди не умеют пользоваться. Странный артефакт нашли на Кольском полуострове. Там, по рассказам очевидцев, в 60-х годах произошло крушение НЛО. Исследователи считают, что металл, из которого состоит эта загадочная пластина, возможно, имеет инопланетное происхождение. Но самое удивительное – на ее обеих сторонах нанесен рунический шрифт. Вот он, тот самый скандально известный артефакт. Это не золото, но житель Перми Николай Суботин прячет его от посторонних глаз. Возможно, этот объект являлся каким-то неземным летательным аппаратом. На такое сенсационное заявление у Николая есть серьезное основание. Он уверен – пластина состоит из чистого вольфрама без примесей. В земных условиях изготовить такой образец чрезвычайно сложно. К тому же осколок неизвестного металла был найден при таинственных обстоятельствах. Местные жители на Кольском полуострове в районе поселка Кандалакши наблюдали пролет какого-то светящегося объекта. Потом они наблюдали взрыв и, как они описывают, падение этого объекта в тайгу. Это произошло в 1967 году. Через 30 лет к месту падения странного объекта отправилась экспедиция под руководством Эмиля Бачурина. Именно он обнаружил на месте взрыва этот странный предмет. Возможно, единственное доказательство существования инопланетных цивилизаций. В разных странах происходили наблюдения НЛО. Эти наблюдения в основном проводились военными, поскольку НЛО часто появлялись в местах, где проводилось испытание новых типов вооружений. Почти 20 лет артефакт хранился у Эмиля Бачурина. Перед смертью он передал его другу Николаю Субботину, надеясь, что тот найдет истину. Николай хранит обломок НЛО дома в самодельном саркофаге. Возможно, от него идут какие-то вредные излучения. Мы его изначально с разведчиком железной поместили, чтобы хранировать. Нам удалось убедить Николая Субботина провести научную экспертизу обломка. Вместе с ним отправляемся на кафедру твердого тела Пермского государственного университета. Что вы можете сказать о нем? Похоже на вольфрам газофазный, фторидный. Профессор Волынцев пытается понять, мог ли этот обломок быть деталью звездолета и выдерживать сверхсветовую скорость. Вот эти вот пупырышки, они бы были сняты механической обработкой, электроэрозионной обработкой. Чтобы детально исследовать состав образца, от него необходимо отколоть кусочек. Стандартная осадочная структура, да. Это могла быть деталь вообще сложная с полостями внутренними. Была еще одна конфигурация. Вот еще один элемент. Результаты экспертизы ошеломляют. Это действительно вольфрам чистотой 99,9%. Неужели перед нами деталь инопланетного корабля? Смотрите далее. Тайна перуанских камней. Кто описал неизвестную историю человечества в картинках? Это человек, но какой-то не очень понятно. В общем, человека птицы какие-то. Они живут в долине смерти. Что пишут ползущие камни в Америке? Эти камни имеют сверхъестественное происхождение. Если соединить все артефакты мира воедино, возможно, мы получим ответ на главный вопрос человечества. Все мы являются неким связующим звеном между реальностью и иным миром. Самые загадочные камни на планете были найдены в конце 80-х годов 20-го века. Таинственные рисунки на камнях озадачили археологов. Да, тут не совсем даже понятно. Это человек, но какой-то не очень понятный. То ли птички какие-то. В общем, человека птицы какие-то. Вот тоже интересно. Видите, человек едет на каком-то живом существе. Это явно не лошадь. Историк Андрей Жуков уверен, сцены, представленные на этих камнях, раскрывают жизнь неизвестной цивилизации. Изображение вот кинозавров, вымешивших, млекопитающих, сложнейших операций, летательных аппаратов, индейцев с подзорными трубами, наблюдающих астрономические явления. Люди летают верхом на механических птицах, охотятся на динозавров и используют древних рептилий в качестве домашних животных. Наблюдают за звездами и делают операции по пересадке внутренних органов, в том числе сердца и головного мозга. Библиотека бумажное хранилище, глиптотека каменное хранилище. Эта глиптотека была создана сотни миллионов лет назад предыдущим человечеством, которое как бы знало о грядущей катастрофе глобальной по всей Земле, готовилось к этому и нанесла, как бы сделала своего рода энциклопедию. Своё название камни получили в честь небольшого городка Ика, расположенного как раз неподалёку от пустыни Наска. Исследователи выявили закономерность в системе рисунков. Все изображения группируются в серии от 6 до 200 камней, образующих своего рода каменную библиотеку. Рассмотреть 5 камней – это уже где-то 50 рисунков. Это уже огромнейшая статья будет. Ну, а если камней там 20, рассмотреть – это уже монография. Вот так наши предки изображали. Вот, посмотрите, какое великолепное изображение. Первые упоминания о камнях Ики со странными изображениями животных встречаются ещё в хрониках 16 века. На данный момент найдено около 30 тысяч рисунков, которые не поддаются расшифровке. Южная Америка, Россия, Великобритания, Армения, Китай, Аравийский полуостров – везде есть места, в которых находят таинственные камни. Местные жители уверены – эти артефакты имеют внеземное происхождение. Но что скажут исследователи? Известный американский фотоархеолог Джозеф Скиппер обратил внимание на несколько последовательных снимков, сделанных навигационной камерой спутника за 4 дня пребывания на Марсе. Камни красной планеты на фотографиях находятся в разных точках, а за ними вполне заметные следы на марсианском грунте. Тем временем аналогичное явление вот уже 50 лет наблюдают в Соединенных Штатах Америки. Здесь сотни камней без посторонней помощи передвигаются по дну пересохшего озера Рейстракплая. Очень много в разных традициях описания камней, которые дышат, которые передвигаются, перемещаются, изменяют свое положение в пространстве и во времени, то есть живут своей жизнью. Для монотеистических религий, да и для большинства, наверное, других религий, данные артефакты – это артефакты сверху, они просто даны. Камень, в данном случае, это данность. Не просто люди избрали какое-то оптимальное место, какую-то определенную форму и так далее. Эти камни имеют сверхъестественное происхождение. Исследованием этого феномена занимаются ученые всего мира. Профессор университета Сан-Хосе Пола Мессина прикрепила к движущимся камням датчики GPS и в течение нескольких лет отслеживала перемещение 162 валунов. Ей удалось сделать несколько открытий в геологии и даже защитить по теме камней диссертацию. Основная версия была в том, что на камне действует несколько сил – скользкая почва и сильный ветер. Да, причем, видите, петлю сделал. Значит, вот он шел отсюда, потом сюда, потом сюда, потом в обратную сторону и вот опять туда. То есть это очень похоже на направление дуновения ветра. А тут еще один камень был, поменьше. Видите, он тоже какой-то путь прошел и во что-то уперся. И дальше он не идет. Однако дальнейшие исследования камней учеными из США и Южной Америки не подтвердили теорию о воздействии ветра. Во-первых, некоторые камни слишком тяжелы для таких перемещений. А во-вторых, многие из них двигаются против ветра. Камни то ползут по своим уникальным маршрутам, то поворачивая, то снова двигаясь к середине озера. Судя по направлению перемещения этих камней, они подвержены какому-то процессу типа магнитного поля, но не магнитного, а другого поля, которое человечеству неизвестно. И это поле, оно движется и камни в каких-то направлениях. Исследователи считают, поведению камней из долины смерти есть объяснение. Волуны на дне Калифорнийского озера чертят замысловатый рисунок. Быть может, когда они остановятся и закончат работу, мы увидим ключ, с помощью которого сможем, наконец, прочитать огромную библиотеку камней, разбросанных по всему миру. Итак, разбросанные по всему миру артефакты выстраиваются в некий замысловатый рисунок. Но по мнению одних исследователей, священные камни имеют инопланетное происхождение, по мнению других – божественное. Но все они являются неким связующим звеном между реальностью и иным миром. И если соединить все артефакты мира воедино, возможно, мы получим ответы на многие вопросы человечества. С вами была Анна Чапман. В мире еще много тайн, которые нам предстоит раскрыть. Субтитры создавал DimaTorzok